Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня состоится открытие еще одного курса. У вас уже есть общий французский уровень А1 для взрослых, уровень А2 и B1 первая часть. То есть B1.1, в котором всего лишь 36 уроков. То есть в этих курсах по 72 урока, а здесь всего лишь 36. И также мы добавили на платформу французский для подростков, которую нашел в YouTube. Любя, посмотрите, пожалуйста, здесь пока только 8 уроков. Первый пока открыт, поскольку я только начинаю наше занятие. Если вы откроете этот курс, то у вас будет вообще только он виден. Так как я здесь с учетом записи администраторов, то мне видно побледнее, но также другие уроки. Так вот, давайте посмотрим. Открываю я первый урок, и он теперь выглядит вот так. То есть достаточно много уроков мы разделили на маленькие уроки. Здесь в первом базовое видео. Документ, который вы можете скачать в PDF. Этот документ вы видели, это все доступно у нас на YouTube. Но здесь мы сделали дополнительное упражнение, чтобы действительно была разница какая-то, чтобы был смысл подписку приобретать. Так вот, отдельно есть алфавит. Тут дополнительное видео по алфавиту, которое я записала, и тут говорю. Да, кстати, по-моему, не показала в предыдущем уроке, там, где документ. Там как раз-таки весь полностью урок, который на YouTube записан, он здесь есть. То есть вот это вот первый урок, он доступен у нас на YouTube. Вы смотрите плейлист французский для подростков, там будет и документы, и это видео. А все остальное – это то, что дополнительно. Дополнительно, значит, у нас оформлен отдельный урок по алфавиту и отдельное видео по нему. Далее следующий урок – это грамматика. Такие же вот слайды, которые были во время урока, но плюс еще упражнения. Здесь одно упражнение только – это на местоимение. Дальше у нас идет скороговорка, и в этой скороговорке у нас момент такой, что в видео она тоже есть, но тут отдельно еще прочитано. Это нам почитала она и свою, наверное, видели уже в соцсетях, то есть наш друг, она француженка, и то есть я попросила ее записать для нас все аудио, которые еще не записаны. Вот, то есть как было в видео, в принципе, и тут быстро. И вуаля, то есть отдельно можно поработать и сделать. Во втором уроке, вот это первый урок, во втором уроке там будет цикл, где это аудио нужно будет записать и прикрепить, потому что дальше доступа к урокам не будет, если не сделаете именно задание. Смотрим стихотворение. Тоже, которое у нас было для девочки и для мальчика, то есть там мамо и папа, оно тоже у нас записано. Дальше текст. У нас он тоже был, но тут тоже он записан по фразам и в нормальном ритме. Давайте в нормальном ритме тоже послушаем. И что у нас еще? Тут у нас 9 маленьких уроков. Я рассказывала про Париж, про то, как он немножко организован, чтобы уже небольшое представление иметь. И также советовала просмотреть какие-то фильмы. И вот тут ссылки на фильмы в YouTube. Точно так же они в YouTube у нас под этим уроком есть. Так что тоже эта информация там доступна. Далее у нас упражнение на лексику. То есть вот слова, которые встречались в уроке, нужно подтянуть. Бонсуар. Что это? Бонсуар. Это у нас добрый вечер. И вот я беру и бонсуар сюда вставляю. Нужно, в общем, все вставить, а потом нажать на верфи и проверить ответы. Это у нас еще один маленький урок. И последний урок – это чтение. Слова, которые у нас встречались. Здесь они произнесены, опять же, «Анаис». И так далее, в общем, до конца. А задание состоит в том, и дальше вы ко второму уроку не пройдете, то есть этот урок является таким стоп-уроком, нужно здесь написать, как я в видео говорила, все правила чтения, которые сами вот здесь можно выделить, то есть самостоятельно проанализировать. Потому что во время уроков я еще прошу анализировать, то есть чтобы вы были самостоятельными. Не то, что прям видишь правило и заучиваешь его, а чтобы видеть самому, если вдруг даже что-то не сказано. Так вот, это первый урок. И таких уроков у нас пока восемь. Пока восемь, потому что это те уроки, которые доступны в Ютьюбе, то есть вот их основная часть — видео и документы. А во вторник, во вторник, это у нас будет уже вторник, послезавтра, будет девятый урок. И так мы будем продолжать и продолжать, и вот эти уроки будут дальше появляться. Так что приглашаю вас на прямой эфир, и тоже вот эти задания все посмотрите, чтобы вам было комфортно. Напоминаю, что эти занятия доступны по подписке, ссылка вам придет за пять минут до мероприятия, документы тоже все будут. Ну, в принципе, здесь они не нужны. Мы тоже за экологичное такое потребление. Так что здесь все в онлайне, можно, конечно, что-то переписывать, но тут есть все прям абсолютно упражнения, которые можно сделать здесь. И да, если вдруг вам достаточно просто видео и документы, которые там есть, и даже вот информация дополнительная про фильмы и так далее, все это доступно совершенно бесплатно на нашем канале Ютьюбе. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. И до скорого. В общем, это пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова